Первый брак артиста был недолгим и трагическим. Кобзон и Вероника Круглова, популярная в 60-е певица, познакомились в Ленинграде, выступая на одном концерте. По воспоминаниям Кругловой, у них не было красивого романа. Певица еще была расписана с конферансьеви Леном Кирилловским и не думала о следующем замужестве. Однако Кобзон ухаживал настойчиво, даже вопреки запрету своей матери, властной Иды Исааковны. Та открыто подыскивала сыну более удачные варианты, но Иосиф твердо решил жениться на красавице Кругловой. О свадьбе он начал говорить с друзьями артистами, еще не сделав предложения. Напор Кобзона и расспросы коллег в итоге повлияли на решение юной артистки. Круглова и Кобзон, не дожидаясь ее развода, начали снимать комнату в коммуналах, на каретном ряду, куда часто приезжала свекровь. Ида Кобзон хотела сделать жить молодой парой невыносимой, и у нее получалось. Однако Вероника Круглова забеременела, и вопрос брака оказался окончательно решенным. Круглова потеряла ребенка на позднем сроке, но пышная свадьба состоялась. Семейная жизнь складывалась неудачно, артисты не смогли выступать вместе и постоянно находились в разъездах. В перерывах выясняя отношения. Через два года Круглова ушла. Сейчас Веронике Кругловой 78 лет. Уже много лет она живет в США, куда переехала вместе с четвертым мужем. История второго брака Кобзона перекликается с прошлым. Артист вновь оказался очарован девушкой с экрана и поставил цель добиться ее. Но в отличие от первой жены певца, Гурченко влюбилась. С 1967 года артисты начали жить вместе, однако со свадьбой не спешили. Если за плечами Кобзона был один неудачный опыт, то Людмила Марковна к 32 годам пережила уже три развода. Но спустя пару лет расписаться все же пришлось. Однажды на гастролях неженатую пару отказались заселять в один номер. Со строгим советским законом не мог поспорить даже звездный статус постояльцев. В официальном браке Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон прожили год и расстались врагами. После разрыва Гурченко избегала встреч с Кобзоном. Если нужно было выступать на одной сцене, она требовала, чтобы их гримерки находились в разных концах коридора. Много лет причины развода оставались неизвестны, звучали различные версии. Кто-то говорил об изменах обоих, другие уверяли, что Гурченко не хотела детей, третьи думали, что супруги конкурировали друг с другом как артисты. В 2015 году в интервью комсомольской правде Иосиф Кобзон признался, что изменил Людмиле с ее близкой подругой Татьяной Бестаевой. Узнав об этом от друзей, Гурченко подала на развод. Уже через год после скандального развода Иосиф Кобзон женился вновь на 20-летней Нинель Дризиной. И третья попытка оказалась удачной. Выпускница Ленинградского пищевого техникума. Нинель не имела отношения к эстраде и со знаменитым артистом познакомилась случайно, в компании новых московских друзей. Ухаживание звезды девушка принимала сдержанно, но, как известно, певец сумел добиваться. В этот раз Кобзона подстегивала одно важное обстоятельство – девушка-еврейку, наконец, одобрила его мать. А вот мама Нинель, Полина Моисеевна, к московскому жениху отнеслась настороженно. Она настояла на совместном отдыхе с ухажером дочери и только после этого дала согласие на свадьбу. Молодая жена ездила с Кобзоном на гастроли в качестве его костюмера. До рождения первенца, сына Андрея, Нинель также окончила творческую мастерскую эстрадного искусства и стала выходить на сцену как конферансье. Нинель Михайловна вспоминала, что первые 10 лет жизни с Кобзоном были трудным испытанием. Поначалу они с мужем были вместе дома и на гастролях, но с появлением детей наступил кризис. В 1974 году родился Андрей, спустя два года, дочь Наталья, Нинель взяла на себя заботы о доме. Кобзон все так же уезжал на бесконечные концерты, а до его жены доносились слухи, с кем и как ее муж проводит время на гастролях. Нинель не выясняла отношения, не устраивала сцен ревности, но однажды ее терпению пришел конец. В 1980 году она с детьми ушла без скандалов и требований, просто решила дать артисту свободу. Оказалось, что она ему не нужна. Кобзон разбил радикулит, Нинель вернулась и спасла мужа. Как оказалось, не в последний раз. В 2002 году у Иосифа Кобзона диагностировали рак предстательной железы. Первая операция по удалению опухоли прошла неудачно, начался сепсис, артист на две недели впал в кому. Вторая операция в 2005 году подорвала иммунитет певца, началось воспаление легких, образовались тромбы в легких. В 2009 году последовала новая операция и новые осложнения. Тем не менее, в 2010 году Иосиф Кобзон вышел на сцену, но выступление артиста в Астане закончилось обмороком. И все же каждый раз, разбитый и слабый, Кобзон вставал на ноги и продолжал борьбу, в которой ему помогала жена. В конце июля Иосифа Кобзова госпитализировали в тяжелом состоянии. Артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, появились слухи, что он впал в кому. 30 августа 2018 года Иосифа Кобзона не стало. 80-летний певец скончался через месяц после госпитализации, не приходя в сознание. Все это время рядом с ним была Нинель. Редактор субтитров А.Семкин